всем привет новое видео на канале сегодня мы поговорим о новом тостере нашей семье это подарок любимой тёщи на день рождения tefal smart and light давайте посмотрим распакуем что ждет вас если вы выбрали такой тостер продается в принципе во многих магазинах у меня был куплен вам видео потому что потому что потому давайте начинать поехали итак первую очередь это упаковка я думал что это будет большой какой-то карабас на самом деле маленькая аккуратненькая коробочка помещается в пакете если вы будете забегать забирать магазине этот пакет обычного не рюкзака будет более чем достаточно по сравнению с нашим китфордом большим вот таким вот острым с приготовлением яиц здесь соответственно все достаточно скромнее и как мне кажется миниатюрнее и удобнее на кухне каждый сантиметр пространства я думаю оценит каждая любая точнее домохозяйка давайте посмотрим сейчас я его сниму с коробки будем подключать и жарить хлеб для чего и создан данный тостер комплектации у нас вот так вот открываем смотрим international есть еще пока возможность купить я не знаю на каких заводах это все производится за границей или у нас в россии как всегда у корпорации tefal очень большие талмуды по инструкции и гарантийному обеспечению поэтому если захотите почитать будет долго и наверное интересно сам тостер поставляется вот в коробочке и непосредственно вот такой вот у нас пленочки здесь все упаковано картон понимаем что товар новый никем не использованный также на самой коробке у нас присутствовали заводской скотч который было видно что он ни разу не снимался как наклеена на заводе так коробка и не открывалась тоже обращайте на это внимание чтобы вам не подсунули может быть какой-то гарантийный случай или еще что-то после того как достал постер непосредственно из упаковки мы видим с вами что одной из основной особенностью данного тостера является лаконичное цифровое меню отчета таймера времени сколько будет готовиться ваш хлеб я думаю что это в принципе круто и важно и одно из преимуществ данного функционала данный тостер стоит порядка 6000 рублей сейчас в апреле 2022 года я думаю что чуть раньше он наверно стоил четыре с половиной 5 сейчас он подорожал до 6000 без применения каких-либо бонусов или системы скидок и так что умеет готовить этот тостер соответственно хлеб запекать вот у нас хлебушек сейчас мы с вами поджарим два вот таких вот кусочка батона и посмотрим как это будет делаться здесь 7 предустановленных режимов режим подогрева и режим разморозки я правда не понимаю для чего нужен режим разморозки но в принципе сами сопла если можно так назвать да они достаточно широкие я уж прям линейкой замерять не буду но при порядка там 3-4 сантиметров я думаю что если захотеть сюда можно положить наверное и котлету и постараться ее пожарить в тостере в обычном тостере длина шнура шнур средней длины порядка метра есть специальный отсек снизу тостера для того чтобы вы могли хранить или лишний неиспользуемый участок этого шнура непосредственно убрать под сам тостер там аккуратненько складировать сам тостер изготовлен из пластика вот эта часть у нас естественно из металла это матовый пластик по функционалу этот тостер умеет запоминать тот те любимые скажем так ваши режимы то есть вам понравилось на втором или на третьем режиме готовить вы просто зажали на пару секунд единичку вот здесь вот и соответственно ваше дальнейшее действие вам не надо будет ничего в следующий раз выбирать вот здесь вы просто положили хлеб сверху и непосредственно нажали на единичку и он будет готовиться ровно столько сколько вы предпочитаете сзади тостер у нас находится отсек для крошек его надо будет очищать в раз какой-то период то есть когда по мере поступления туда крошек слева достаем очищаем далее тостер я в включил соответственно вы видите меню давайте снимем вот это вот наклеить эту резиночку вы видите меню она не замысловатая с режимами первый второй третий четвертый пятый шестой седьмой и опять первый режим разморозки и режим непосредственно подогрева точнее режим разморозки ну и функциональная клавиша для того чтобы вы могли хлеб погрузить туда куда вы хотите кнопка стоп я как понимаю отвечает за для того чтобы перестать жарить допустим если вы понимаете что той степени прожарки вашего хлебушка достаточно если хотите заранее отключить от непосредственно электро вот этот гриль давайте ближе к экспериментам хлеб сюда обычный хлеб тоже поместится тостовый и конечно же обычный батон нарезной коем наверное каждый использует своей семье каждое утро я думаю тоже без проблем будет все это давайте поставим на 2 минуты 10 секунд опустим вниз и начнем приготовление хлеба в общем и в целом смотрите друзья в момент приготовления сейчас осталось полминутки мы в любой момент можем нажать кнопку стоп и у нас соответственно перестанет это все дело обжариваться давайте подождем до конца для того чтобы вам продемонстрировать как это все дело происходит в условиях реального использования почему именно tefal ну потому что какое-никакое доверие бренду все-таки это должны быть французы даже если по лицензии делается на территории нашей страны но опять же внешний вид наличие вот такого дисплея опа готова также у нас есть первый точнее не первый до подниматель скажем так хлеб у нас на четверочке точнее на троечке и на каком мы даже не поджарился давайте еще раз да у нас была третья вот то есть смотрите хоп и опять две минутки это все будет дело печься то есть жарит он скажем так поэтому степеней прожарки 7 штук жарит он очень аккуратно для того чтобы кому-то может быть чуть-чуть подсушенный хлеб кому-то действительно нужно прямо чтобы с корочкой как вы можете понять замысел вообще того кто придумал тостера очень простой внутри находятся решетки с нагревательными элементами и все это происходит путем нагрева данных элементов и соответственно той тепловой энергии которая поступает на хлеб это все дело поджаривает тот продукт который находится внутри тостера на самом деле офигенно это все придумано опа то есть мы понимаем что сейчас у нас уже горячий кстати про поднять хлеб если вы вдруг не дотягиваетесь можно просто сделать так и вы поднимете на самом деле то есть мы делаем вывод что нам надо не на троечке готовить а на четверочку на четверочке у нас получается что 2 минуты 15 секунд 3 минуты 05 я думаю до 4 самый оптимальный вариант я сейчас его добавлю в избранное то есть мы удерживаем кнопку 1 здесь начинает мигать все здесь теперь не надо выбирать режим просто следующий раз нажимаете на единичку и тостер готовится именно до такого состояния состояния поджаренного свежего хлеба ну и в завершении по потреблению то 700-800 ватт дисплей перестает работать через примерно 40-60 секунд простое то есть он уходит в режим ожидания с нулевым потреблением в принципе мои рекомендации хлеб жарит хорошо если задумываетесь над предупредением такого тостера от компании tefal smart and чего-то там делайте это не задумываясь все полезные ссылки будут в описании под этим видео спасибо за просмотр комментарий лайк подписка